Для чего мы здесь оказались? Если учесть, что наши тела по сути аватары, так скажем, представим всю Вселенную. Вот солнышко. Солнышко испускает бесконечное количество лучей. Если солнце, оно единое, то каждый луч, можно сказать, что по отдельности является живым существом. Но неразрывно связанным с Солнцем. И вот эти лучи летают во Вселенной, в космосе. Можно представить таких светящихся кружочков, которые летают во Вселенной и подлетают, соответственно, к огромному количеству планет, которые обитают в этой Вселенной. Подлетая к каждой из планет, эти лучи, так скажем, кружочки хотят начать играть в некую игру с этой планетой с целью познать, познать мир этой планеты, накопить опыт, собственно говоря, для чего каждый из лучей отделился изначально от Солнца. И, собственно говоря, творец дал возможность каждому из этих лучей познать через возможность входа в материальное тело. Каждое тело, если мы смотрели фильм «Аватар», является вот таким вот аватаром, куда данный луч может войти при появлении тела и познавать Вселенную, накапливать опыт через это тело. То есть, если хочется понять, кто ты есть на самом деле, если ты себя осознаешь с точки зрения тела, то ты просто аватар. Скажем так, такой вот космический корабль, такая машина. Вот мы садимся в машину, чтобы познать дорогу, куда-то приехать. Также и вот эти лучики, отходящие от Солнца, садятся в человеческие тела, либо в тела животных, либо в тела растений, тела деревьев, для того, чтобы познать этот мир. То есть, главный управляющий фактор во Вселенной — это время. Время, за время мы можем получить опыт. То есть, мы меняем наше время жизни на накопление опыта. Поэтому накопление опыта есть самое ценное. Но накапливать опыт интереснее всего через игру. Поэтому каждому из своих лучиков Солнце дало такой дар великолепный, как воображение, которое, собственно говоря, надо развивать. То есть, воображение, как говорил Альберт Эйнштейн, наша суперсила. С помощью воображения мы можем создавать бесконечное количество игр, с помощью которых мы можем познать глубже эту Вселенную, этот мир. И через воображение мы создаем постоянные игры. То есть, если мы находимся в моменте «здесь, сейчас», мы постоянно создаем новые игры, цель которых — познание и развитие. То есть, если мы постоянно находимся в моменте «здесь, сейчас», если мы постоянно познаем, вот что это такое мох. Ага, какой вид моха? Так, а давайте посмотрим его через микроскоп. Так, вон Солнце. А где тут Юпитер? Ага, какие у него спутники? Так, Ио. Так, какие еще планеты? Так, а как устроено дерево? Как устроен мох? То есть, мы постоянно находимся в процессе познания, и через познание мы можем развиваться. Познавать, как я уже говорил, интереснее всего через игру. То есть, например, вот мы хотим познать астрологию. Мы даем каждой планете свое, деляем своим персональным существом Юпитер. У нас будет учителем, мудрым, с белой бородой. Марс будет воином. Венера будет женщиной, зеркалом. То есть, мы придаем, воображаем, скажем так, некоторые такие игровые факторы. И с помощью игры более глубоко и более интересно можем познавать Вселенную. Также там микромир. Огромное количество существ, микромикробов, микробы, которые пытаются нанести вред человеческому телу. Микробы-защитники. Огромный мир грибов. Грибов полезных для человека. Грибов, которые вредны. Грибов, которые могут открыть какие-то другие миры. Грибов лечебных, древесных. В какую бы область мы не входили бы, везде открываются интереснейшие игры, через которые человек развивается. Так вот, собственно говоря, вот такая формула проживания наиболее эффективной этой жизни. Это воображение создает игру. Через игру мы развиваемся. И через игру мы познаем. Развиваемся мы за счет накопления опыта. А вложенный опыт мы выкладываем. То есть не все же вбирать в себя это была бы такая некая черная дра, а солнце нам привыкло светить, солнце отдавать. То есть мы накапливаем опыт и излучаем его из себя в виде творчества. То есть вот такая вот формула. Мы берем, создаем игру, развивающую с помощью воображения. Цель этой игры накопить опыт. А накопленный багаж опыта мы используем для творчества. Для того, чтобы вместе со творчеством с солнцем, с изначальным творцем этой вселенной гармонизировать, упорядочивать, развивать окружающий мир. Вот такой вот смысл вселенной.